Что-то давненько на канале не было DIY. По многочисленным запросам сегодня будет именно такой ролик. Покажу несколько классных идеек и если ты хочешь больше таких видео, ставь большой-большой пальчик вверх. Наверняка многие из вас избавляются от ежедневника или дневника, когда они заканчиваются. Но они могут очень даже пригодиться, а точнее вот эта твердая корка. Да, сейчас она выглядит не очень красиво, поэтому давайте ее обклеим красивой яркой тканью. Чтобы упростить себе задачу, я беру ткань на клеевой основе, так что клей даже и не понадобится. Сначала подготовлю лицевую сторону, уголки выстригаем и загибаем ткань. Кстати, ничего страшного, что выглядит все неаккуратно, эта часть у нас скоро закроется. Серединку мы тоже заклеим кусочком ткани. Теперь нам нужно закрыть все с внутренней стороны. Линейкой выбираем подходящий размер и затем уже отмечаем на плотном кусочке картона. Получаются две вот такие заготовки. Точно так же их нужно немного преобразить. Обклеим тканью. В этот раз я взяла уже голубой цвет. Готово! Дальше берем обычную резинку и краешек клеим к нижней стороне нашей заготовки. И потом вот так делаем петельки из резинки. Сначала я ориентировалась на фломастер, но в принципе все можно сделать и на глаз. Повторяем все те же действия и на другой части. Примерно должно получиться вот так. И дальше две части наклеиваем серединку каждой стороны. В общем-то всю основную работу мы сделали. В итоге у нас получился классный пенал для ручек, карандашей и может быть фломастеров. Ах да, совсем забыла, чтобы пенал постоянно не открывался. Наклеим ленточку. И обязательно запаиваем края, если вы не хотите торчащие нити во все стороны. Теперь все это можно завязать вот на такой милый бантик. Теперь пенал точно закончен. Можно размещать все свои письменные принадлежности. Хотя все, конечно, сюда не поместятся, но самое элементарное точно влезет. А еще яркие цвета круто поднимают настроение. Сейчас мы с вами сделаем классную тетрадь. Для начала распечатаем какой-нибудь красивый фон. В этом мне поможет мой чудо-принтер Epson XP342. Это незаменимый помощник как для тех, кто любит творчество своими руками, так и для тех, кто занят учебой. Например, распечатать красивую картинку или документ теперь можно сразу с телефона. Или же вставив карту памяти, не подключая принтер к компьютеру. К тому же, помимо печати, он умеет сканировать и делать копии, а его картриджи очень удобны в использовании. Так что это многофункциональное устройство, которое я приобрела всего за 3500 рублей, теперь занимает почетное место среди моих гаджетов. Кстати, магазин оригиналом.нет, где я его нашла, работает по всему СНГ. А еще они ведут свой канал на YouTube, где есть много полезных инструкций, как пользоваться этим устройством. Все ссылки на этого помощника и цены для других стран я оставлю в описании под видео. Мне, к примеру, понравились вот такие фламинго. Подгоняем по размеру, тетради лишние убираем. Теперь это все нужно перекрыть прозрачной пленкой, ну или пластиком. В общем, поверхность должна быть гладкой. Также я решила добавить и рамочку на тетрадь. Так смотрится интереснее, кстати, немного даже похоже на планшет. Маркером можно писать различные заметки, играть в игры с другом по парте, писать домашнее задание, рисовать. Стереть его можно любым раствором, где содержится спирт или ацетон. Короче, удалить можно чем угодно. Сделаем еще одну очень классную идею для тетради. На тетрадь нужно наклеить какой-нибудь фон. Я, например, взяла белый листок. Я заранее распечатала вот такой ананасик. На всякий случай тоже его оставлю в своей группе ВКонтакте. Его нужно сначала вырезать. Затем ананас простым карандашом обводим уже на другой листок. Дальше понадобится декоративный скотч. Я решила взять с блестками. И с обратной стороны листочка приклеиваем ровными полосками чередуя оттенки. Должно получиться все вот так. Ну и можно теперь уже вырезать наш ананасик. И приклеить на серединку тетради. Осталось доделать саму тетрадь, а точнее приклеить фон на другую сторону. И закрыть той же белой бумагой серединку. Ну и в общем-то это все, что нужно было сделать. На тетради всего один элемент, но она смотрится очень классно и красиво. Отличный вариант для тех, кто любит минимализм. И осталась последняя тетрадь для любительниц единорогов. Сначала нужно ее обклеить. Лучше всего для этого подойдет белая бумага. Теперь я беру вот такой материал, из которого сделаем рог. Даже не знаю, как он называется, но постоянно его кладут в посылки. А вообще можно взять картон или фетр и не заморачиваться. Рог единорога можно просто покрасить краской. А можно, как я, обмотать вот такой золотистой лентой. Дальше рисуем глазки. При помощи пробки обводим карандашом. А потом заполняем черными красками. Ушки мы сделаем из фетра и можно приклеить к верхушке. Радугу сделаем из пластиковых трубочек для коктейля. Для этого заворачиваем их в бумагу для выпечки и разглаживаем утюгом. Получается вот такая радуга. Края лишние, конечно же, нужно отрезать. И приклеиваем к тетради. Рисуем мордочку и можно покрывать декупажным клеем. После того, как все высохнет, можно наклеить два белых кружка. И нарисовать вот такие белые точки. Челочку сверху из фетра. Ну и еще некоторые элементы. И наша кавайная тетрадочка готова. Отлично подойдет для тех, кто любит различные милые мордашки. Надеюсь, видео было интересным и полезным. Если да, то поддержите обязательно пальчиком вверх. Не забудьте подписаться на мой канал. И всем пока!